Ты в жизни встречал веганов, которые как только отказываются от всего мяса, животных продуктов, резко у них увеличивается энергия, они, возможно, даже тебе рассказывали, как много энергии у меня. Были у тебя люди такие в окружении? Да, потом начинают всех агентировать вокруг, бросать мясо. Так вот, возможно, тоже вы встречали таких людей, у вас было в окружении такие люди, которые отказывались от мяса, животного, белка, и у них резко просто вырастали крылья, они говорили, господи, как много энергии. Но при этом, что происходило с ними дальше, примерно через год-полтора-два у них резко снижалось уровень энергии. И в этом видео мы как раз-таки с вами разберем, какие продукты дают нам с вами энергию, что происходит с вегетарианцами и какие продукты нужно добавить в свой рацион, чтобы уровень энергии был всегда максимально стабильный, не на низком уровне, а на высоком уровне. Давайте с вами разбираться. Почему у вегетарианцев сначала много энергии? А почему? Потому что они белок перестают есть, а человек на белок тратит больше калорий, то есть организм просто перестает тратить много калорий на переваривание жиров и углеводов. И у него эта энергия, которая обычно тратилась на переваривание еды, сейчас она не тратится, поэтому у человека масса энергии. Почему спад потом идет в детстве? Когда люди на протяжении года полутора-двух, это примерно столько, хранится витамин В12, который восполняется только за счет красного мяса, субпродуктов, рыбы, птицы, он хранится в нашей печени, как в депо, примерно такой промежуток времени. И если мы его не восполняем, он заканчивается, как бензин, как вот бак с бензином, у тебя есть 100% заполненный бак бензина, ты едешь, не заправляясь, у тебя через полгода 50%, например, через год уже ноль. И как только у тебя эти запасы кончаются, у тебя уровень энергии резко снижается, и люди чувствуют жесточайшую апатию, потому что В12 – это один из главных элементов в выстраивании высокого уровня энергии в нашем состоянии, в нашем теле. И обязательно его хотя бы там, например, раз в неделю, два раза в неделю дополнять через красное мясо, субпродукты. Это не значит, что там вот когда люди говорят, а я вот не ела много лет красное мясо, это не значит, что я сейчас буду тыкать свиной рулькой, заставляя эту рульку есть каждый день. Это значит, что постепенное внедрение животного белка дает под заправку этому баку В12, и этот В12 используется в цикле выработки энергии, и поэтому человек себя будет хорошо чувствовать. Но как только эти баки заканчиваются, тотальный просто сход по энергии. Подобные тонкости, о которых я только что рассказал, на самом деле знает не так много людей, и сначала вот эта вот иллюзия того, что когда ты переходишь на витрианство, у тебя много энергии, кажется, и дальше так будет. Но на самом деле то, что мы сегодня делаем, завтра будет нам с вами аукаться, либо в положительную сторону, либо в негативную сторону. И поэтому, если вы хотите создать для себя здоровое будущее, при котором вы можете легко управлять своей тарелкой, как следствие своим здоровьем, я вас приглашаю принять участие абсолютно бесплатно в трехдневном мероприятии, которое провожу лично я, и в котором мы с вами разберемся простым языком, без медицинских каких-то сложных терминов, а если я даже назову, я обязательно это на простой язык человеческий переведу, как за счет простой пошаговой инструкции прийти к здоровому, стройному, подтянутому телу и иметь здоровое будущее, и кушать сегодня то, что завтра нам с вами даст хороший внешний вид и здоровье. Ссылка на эфир внизу, регистрируйтесь, и мы с вами проведем три незабываемых эфира. Обещаю. Можно ли быть на вегетарианстве и системно восполнять те дефициты, которые как бы не достают мне как вегану? Можно, но сложно. Крайне реально это очень сложно, потому что у тебя не только B12, но и, например, жирные кислоты, типа омега-3 жирных кислот. И с льняного масла мы с вами не доберем. Я как-то в видео, где разбирал продукты из пятерочки, рассказал, что в льняном масле есть альфа-линоленовая кислота. Это то, что синтезируется в нашем организме. То есть как бы даже если мы будем растительные источники есть, эта жирная кислота, она синтезируется. Но есть незаменимые жирные кислоты, которые должны поступать только из животных источников, например, рыба. Если мы с вами рыбу не кушаем, то эти жирные кислоты не поступают, наши сосуды идут куда подальше. Можно ли без животного белка жить и при этом восполнять дефициты? Можно, но реально в жизни это крайне сложно. Поэтому я работал с огромным количеством людей, которые приходили после вегетарианства, причем не через полгода. Они приходят через 3 года, через 4 года, через 5 лет, через 10 лет. И причем приходят уже с остеопорозом, это проблемы с суставами, проблемы с щитовидной железой, гипотиреоз, проблемы с сердечно-сосудистой системой, варикозы, потому что дефицит белка длительный дает такую нагрузку на наш организм. Обратная сторона, когда человек начинает есть только животные продукты, то есть как бы не растительные источники в виде гречки, в виде бобовых, а, например, только яйца, только рыбу, только желток, только сало, только авокадо. То есть это называется чаще всего в современном языке, вот этом вашем умном, называется кето-диета. Если хоть раз слышали об этой кето-диете или, возможно, даже пробовали, поставьте прямо сейчас лайк этому видео. В чем минусы кето-диеты? Во-первых, есть очень много противопоказаний, одно из которых самое распространенное – это проблема с желчоотоком. Казалось бы, белок и жиры помогают нам с вами желчоотделению, у нас хорошее пищеварение, у нас ничего не болит, не тревожит, хороший внешний вид. Но если у человека, не дай бог, уже сформировались какие-то камешки, да, с желчеками на болезнь, у него есть дискинезия желчеводящих путей, это уже диагноз, который ставится, либо же искривленный холидох, то есть абсолютно разные есть патологии именно желчного пузыря, то кето-диета категорически противопоказана. Поверьте, я в своей жизни испытывал приступы застоя желчи, то есть вот этого спазма, который возникает при излишне жировой диете, когда ты до этого имел, например, там 30% в своей калорийности, жирность, а сейчас ты имеешь 50, а то и больше калорий именно за счет жиров. И поверьте, этот спазм, который я пережил лично в 2017 году, я никому никогда не пожелаю. Я 8 часов ночью стоял над белым другом и просто с ним разговаривал, точнее я на него орал 8 часов. Я думаю, вы понимаете, про что я говорю. Поэтому проблема желчного пузыря и функционирование его для меня очень важна, и поэтому такие продукты... И я, кстати, в тот вечер как раз-таки, да, у меня был орехи, у меня была жирная баранина. Это то, что обычно, ну, условно используют там на кето-диете. Орешки жирные, сливочное масло, бекон и так далее, и так далее. Поэтому прежде чем переходить на кето-диету, дабы увеличить энергию, работоспособность, нужно всегда помнить о том, какие могут быть последствия. Это одна из причин. И проблемы с желчным пузырем есть примерно у 50% людей по моей практике. Как проверить? Как минимум прийти на эфир, потому что на эфире мы прям разбираем анализы, говорим, вот если у тебя вот этот показатель повышен, у тебя застой желчи. Желчь, на самом деле, выполняет крайне важную функцию. Это регулирование холестерина. То есть излишне холестерина выводится. Если все застаивается, то у тебя и плохо эмульгируются жиры, жиростворимые витамины, которые А, Д, Е, К, Д, наверное, слышали люди. И, во-вторых, еще у тебя не выводятся те метаболиты, которые у тебя обезвредили. Все нечистое в твоей печени. Это должно все выводиться, оно не выводится. И поэтому человек чаще болеет, частые вирусные заболевания, частые воспалительные заболевания и так далее, и так далее. Если мы говорим реально про жиры, то это один из самых энергоемких источников макронутриентов. То есть те макронутриенты, которые у нас есть, это белки, есть жиры, есть углеводы. Именно жиры дают максимальное количество калорий на 1 грамм. Это 9,3. Вопросов нет. Просто отказываться полностью демонизировать углеводы ни в коем случае нельзя. И мы как раз переходим к списку продуктов, которые помогают нам с вами в восстановлении энергии не прямо сегодня, потому что прямо сегодня можно сникерс внутривенно. А я говорю конкретно про то, что произойдет с вами в течение недели, в течение месяца и даже в течение года. То есть отвечая на вопрос, какие продукты сегодня добавишь, чтобы в течение ближайшей недели, месяца у меня всегда был высокий, стабильно высокий уровень энергии. Так как я сказал про жиры, давайте конкретно эту категорию чуть разошьем, к чему я очень положительно отношусь. Во-первых, это орехи. Конечно же, источник жиров, источник макро- и микронутриентов. На завтрак, либо в виде семян, на ужин можно в салаты добавлять прекрасный сносчик жиров, который дает длительную энергию. То есть что делают жирные продукты в нашем рационе? Они дают нам длительный, длительное топливо, длительный источник энергии. И делают наш уровень глюкозы более стабильный. То есть, смотрите, наш уровень энергии в течение всего дня зависит от уровня глюкозы, который у нас либо стабильный, либо он постоянно скачет вверх-вниз, как раз таки от всяких сладких продуктов и так далее, и так далее. И если мы возвращаемся к жирным продуктам, то жирные продукты при добавлении в основной прием пищи помогают поддерживать оптимальный уровень глюкозы в крови, тем самым не дают нам чувства сонливости, усталости, апатии и нежелание что-то делать в этой жизни. И когда мы добавляем, например, орехи, когда мы добавляем следующие продукты из категории жиров, у нас этот уровень глюкозы максимально стабильный. Какие орехи? Потому что я, кстати, купил там бразильский орех, съездил, купил фундук, купил. В целом без разницы, кроме арахиса. Арахис, к сожалению, в массовом производстве используется вообще небезопасно. В основном это геномодифицированный арахис. Фундук, кешью. Кешью тоже с вопросиком, потому что иногда у людей прям бывает, ну, это больше к бобовым иногда относится. Ну, в смысле, не иногда, а к бобовым их относят. И у них реакция очень похожа так же, как на бобового организма. К чему я положительно отношусь? Миндаль, фундук, бразильский орех, пекан, кедровые орехи, грецкий орех. Полный список будет внизу в телеграм-канале. Обязательно, кому нужно и интересно, почитайте об этих полезных свойствах. Жирная рыба. То, что я ранее сказал, то же самое. Это и прекрасный источник белков, и прекрасный источник жиров, причем не просто жиров, а именно полиненасыщенных. И конкретно омега-3 жирный кислот. Я сейчас говорю про лососевые. Это семга, форель. Также к ним можно отнести более бюджетные, типа нерка, кижич, горбуша. Пожалуйста, можно использовать. То же самое я говорю про, например, сельдь. Сельдь является рекордсменом по омега-3 жирным кислотам. Если вам интересна эта тема более подробно, внизу в телеграм-канале есть ссылка на пост, где мы привели пример продуктов с высоким содержанием омега-3 жирным кислотам и как выбирать в целом омегу-3. Кому интересно, переходите. Ссылка внизу под этим видео. И следующая составляющая энергичного дня это, конечно же, углеводы. Углеводы являются самым естественным нашим источником и самым легкодоступным для выработки энергии. Потому что это как некое топливо, которое используется в наших клеточках, в так называемых маленьких органелках. Органеллы – это движочки. В каждой нашей клеточке называется митохондрий. И самый простой источник для этих митохондрий, для того, чтобы в дальнейшем выработать энергию, является глюкоза. Любой продукт, который я сейчас назову из категории круп, относится, распадается в нашем организме до простейшей глюкозы, которая и является топливом для наших клеток, митохондрий и, как следствие, выработки энергии. И если мы с вами говорим, о чем же отличается шоколадка от гречки, то гречка распадается кратно дольше и дает более постепенное подъем уровни энергии. И вот эта кривая, про которую я говорил в самом начале, она остается на верхних значениях дольше, чем если мы потребляем сладкие шоколадки. Простой пример приведу. Когда я, например, участвую в различных соревнованиях касательно плавания, касательно бега, касательно триатлона, циклических видов спортов или силовых видов спортов, то ты за 30-60 минут можешь съесть эти продукты, если ты их отработаешь. Но в основном прием пищи у людей, когда они кушают чай с печенькой, который почему-то не относится к приему пищи, кушают когда? Когда у тебя утром ты отчеты сдал, и у тебя свободный полчаса-час, и ты пошел с коллегами печеньки с чаечком попить. И вот, к сожалению, эта энергия никуда не перенаправляется, и потом у тебя уровни глюкозы на короткое время немножко проседают, и на почечнике, вырабатывая адреналин, возвращает уровни глюкозы. Что происходит с человеком? У него сначала подъем энергии 30-60 минут, потом у него резкий спад энергии, ему хочется спать, потом тревозное состояние, это симптоматика выработки адреналина, и, как следствует, человеку опять хочется что-то заесть. И вот эти скачки не дают в долгосрочном уровне энергии. Именно поэтому, когда мы с вами будем добавлять, например, гречневую крупу, это один из первых круп, о котором мы сейчас говорим, он будет давать постепенно высвобождение энергии, использование этих глюкозы в наших клетках, в митохондриях, тем самым состояние будет гораздо лучше. Вы можете сказать, да я лучше шоколадку съем с полным кайфом, чем гречку буду жевать и давиться, но зато это типа правильно. Я всегда говорю так, это всегда высказывание до первых приступов панкреатита, холецистита или других заболеваний желудочно-кишечного тракта или постоянных вирусных заболеваний. Когда появится четкая боль, тогда возникает вопрос, о господи, а что же нужно было сделать? Еще раз повторяюсь, я не являюсь каким-то проповедником мира во всем мире. Я призываю к высшему разуму людей, чтобы хотя бы один процент людей на канале задумался по поводу корректировки. Это очень важный момент своего питания. И для того, чтобы вы получали должный уровень энергии, который может выдавать вам ваше тело. Потому что мы от тела требуем энергию, а что мы даем ему обратно? Шоколад? Конфетки? Печеньки? Ну, вопрос такой. К таким же источникам углеводов, круп, относится, например, рис. В идеале дикий рис, чтобы у него была как раз таки клетчатка, которая дает долго высвобождение. Потому что если это белый рис, то он дает чуть быстрее уровень энергии и уровень энергии может чуть через полтора-два часа чуть просесть. Если вы дикий, необработанный рис даете организму, то уровень глюкозы постепенно у вас остается на верхней границе. Дальше это может быть амарант, дальше может быть кинуа. Если мы говорим, что человеку можно глютен, это может быть полба, это может быть перловка, это может быть кускус, это может быть различные другие крупы, которые мы можем видеть в магазине. Кроме манки, кроме быстро растворимых каш и кроме подобных других продуктов, которые дают быстрый уровень энергии, они сладенькие. 10 sets 11 2 2 1 4